Для того, чтобы создать конференцию, либо стать участником какой-то текущей конференции, нам необходимо установить клиент программы Zoom на наш компьютер. Давайте сделаем поисковый запрос Zoom, и вот выдача поисковой системы. Сразу низкий поклон Яндексу за то, что он с помощью вот этой галочки подсказывает нам официальный сайт данной программы. Переходим на него, zoom.us, и вот полюбуйтесь, что происходит на главной странице сайта. Не знаю, кто проектировал такой интерфейс, но реально тяжело сразу сходу найти файлы для загрузки, а находятся они в самом-самом-самом внизу страницы в разделе «Загрузить». И здесь нас интересует клиент конференции. С помощью этой программы можем создавать конференции и подключаться к конференциям. Переходим на эту страничку, и здесь мы видим различные варианты загрузки Zoom, в том числе и для мобильных устройств. Нас интересует версия для операционной системы Windows, то есть Desktop Client. Нажимаем «Загрузить» и автоматически происходит загрузка. Если у вас старая компьютерная машина, то возможно нужно будет загрузить программу клиента для 32-битной архитектуры компьютера. Вот по этой вот ссылочке. Ну а тем временем наш Zoom загрузился на нашу компьютерную машину, и теперь, как вы понимаете, его нам необходимо установить. И начнем мы установку с клика вот по этой ссылке. Открывается загруженный файл. Далее открывается окно, где нам нужно включить автоматическое обновление. Желательно так сделать, чтобы в будущем не было проблем в версиях Zoom. И чтобы подключиться к конференции, мы кликаем «Подключиться», указываем то имя, под которым мы хотим быть в этой конференции, и далее «Идентификатор конференции». Как создать конференцию? Нам необходимо осуществить вход. Сделать это можно с помощью e-mail, либо учетных записей Apple, Google или Facebook. Ну а если у вас их нет, то необходимо пройти вот эти вот этапы регистрации. Также можно зарегистрироваться при помощи учетной записи Google. Вот сейчас я это осуществляю. Я авторизуюсь с помощью учетной записи Google в Zoom, и автоматически избегаю всей этапы регистрации, и мне сразу становятся доступны основные функции программы. И именно здесь я могу создать новую конференцию. Жмакаем на эту иконку. Здесь я вхожу с использованием звука компьютера. И теперь мне необходимо подключить участников. Я организатор конференции, соответственно, я должен отправить им пригласительную ссылку. Можно скопировать ссылку сразу в буфер обмена, ее отправлять, либо открыть вот это вот окно «Пригласить», и здесь уже сверху нам доступны какие-то более тонкие настройки, «Приглашение» по телефону, либо по e-mail. Также я повторю, что вот здесь можно копировать ссылку «Приглашение», здесь есть код доступа конференции. А сама ссылка «Приглашение» из себя представляет вот что. Для этого я создам текстовый документ, и ту ссылку, которую скопировал, размещу в текстовом документе. Наверняка вам уже будет знаком формат этой ссылки, если вы ранее получали такие ссылки для подключения к конференции. Вот она. Ничего хитрого, и именно ее вы должны отправлять тем людям, которых хотите подключить к конференции. Ну а мы завершим эту конференцию, так и не состоявшуюся, и закроем окно. Напомню, что наш Zoom мы запускаем по клику вот на эту иконочку, а теперь хотелось бы сказать об одном нюансе. Чтобы не было, так сказать, пикантненькой ситуации, которая часто случается, когда начинается конференция, советую отключать видео и начинать конференцию с отключенным видео. Вы его всегда можете включить, поменяв статус этой иконки, которая сейчас перечеркнута, и тем самым говорит о том, что наша видеокамера выключена. Это примечание справедливо, и тогда, когда вы подключаетесь к конференции, чтобы не было каких-то неожиданностей, вы можете начать конференцию, подключиться к ней с выключенным видео, либо звуком. Ну а потом по необходимости его включить.